приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и сегодня вместе с вами почтим святого славного великомученика целителя пантелеимона нашего удивительно чудотворца целители кстати он покровитель нашего военно-морского флота мало кто знает один из покровителей потому что первая большая победа нашего военно-морского флота пришлась именно в на день великомученика пантелеимна в 1714 году когда флот петра первого разбивает шведов это известное сражение при гангуте и тогда удалось захватить даже вражеские корабли потом было еще подобное сражение в 1720 году и вновь победа тоже над шведами и вновь эта победа на день великомученика пантелеимона поэтому петр первый велел чтобы в петербурге воздвигли храм в честь великомученика пантелеимона и вот так вот получается что он действительно он и покровитель воинов наших но в том числе и покровитель страждущих недугающих но мы знаем что и воины получают ранения да и люди которые в миру тоже терпят разные болезни и великомученик пантелеимон он для всех находит свои дары само имя пантелеимон значит всемилостивый вот по образу господа спаса всемилостивого святой пантелеимон тоже делится удивительными милостями которые конечно же черпает от господа и вот братья сестры на руси почитание святого великомученика целителя пантелеимона она вообще вот самых древнейших времен происходит и связано вот мало кто знает связано но супруга князя владимира мономаха его супруга она была вообще английской принцессой звали ее гита и у нее очень была такая трудная сложная судьба отец ее погиб в одном из сражений и она вынуждена была бежать во фландрию потом значит скрывалась у дяди в дании и вот она выходит замуж за владимира мономаха и вот воспринимает уже православную культуру но еще будучи вот на западе она уже почитала великомученика пантелеимона целителя и уже оказывается в то время в городе кельне располагался монастырь в честь святого великомученика пантелеимона и вот гита она постоянно молилась ему и вот жертвовала на этот монастырь и вот у них с владимира мономахом рождаются дети а у князей была вот такая особенность что часто они выезжали на очень опасные охоты и на охоту князя часто брали своих сыновей это считалось таким вот атрибутом воспитания такого строгого княжеского воспитания потому что подрастающий молодой князь вот сыновья князя они должны были быть смелыми отважными воинами именно во время охоты эти качества воспитывались с самого малого такого отроческого возраста и вот как-то владимир мономах берет собой старшего сына мстислава и во время охоты выскакивает медведь и бросается как раз на мстислава его не смогли вовремя уберечь и зверь вот этот разъяренный он буквально вот на него бросается и раздирает ему живот причем сохранились даже в древнее описание что у него наружу вывалились внутренности ну понятно что тут же вот подскочили там слуги медведя отогнали внутренности так сказать вот обратно заправили и вот в таком очень тяжелом состоянии его привозят домой его видит его родная мама гита ну понимаете каковы ее были чувства в этот момент и она начинает от самого сердца молиться святому великомученику пантелеймону одно собственно говоря кому еще было обращаться потому что хирургии в те времена сами понимаете какая была то есть там ну могли что-то отрезать могли что-то прижечь и невозможно было проводить какие-то радикальные оперативные вмешательства как-то все это обеззаразить да то есть не было даже таких средств поэтому человек с распоротым животом вот в таком положении он считался безнадежным и вот мама она горячо молиться целителю пантелеймону сын ее мстислав вот когда наступает ночь он впадает такое вот сонное забвение и вдруг он видит юношу молодого человека сияющего который обещает его исцелить а уже под утро он является наяву он вот этот юноша как он потом и сказал что он был похож на святого пантелеймона а мама как раз и молилась ему и вот этот юноша является утром уже наяву с некими снадобьями и исцеляет молодого княжича мстислав получает чудесное исцеление и это вот стало таким ну просто вот таким чудом как некое знамение для людей того времени что почитание великомученика пантелеймона она стала распространяться и вот уже сына кстати мстислав своего сына изяслава в крещении наименовал а именно пантелеймоном и у изяслава на его шлеме было изображение святого пантелеймона и как он сам считал что именно святой пантелеймон помог ему в одном из тяжелых сражений в тысячи уже сто пятьдесят первом году когда юрий долгорукий с другими князьями ушел на киев и были вот эти вот схватки очень тяжелые и изяслав мстиславыч вот этот сын того исцеленного мстислава он в сражении тоже будучи изранен вот пал уже на землю со своего коня а его чуть не убили но он молился святому пантелеймону и он остался жив и впоследствии он тоже за это благодарил именно великомученика и целителя пантелеймона вот братья и сестры какие у нас удивительные святые какие чудные ходатай на небесах что даже без надежного человека они могут вымолить у господа потому что они сами на небесах предстоят пред престолом всемогущего бога и поэтому конечно мы должны знать какой же была жизнь святого великомученика целителя пантелеймона но вот здесь надо что отметить то что это ведь очень древние времена это рубеж третьего четвертого веков сами святые они не считали себя от заслуживающими чего-то внимание они ничего себе не писали и уже после вот мученической кончины святого стали собираться какие-то сведения описываться и это все было так очень вот скудно не так вот много как нам хотелось бы а со временем сами жития стали немножко так вот художественно обрамляться чтобы людям было удобнее читать но мы все-таки можем проследить вот некую реальную историческую канву и что мы знаем мы знаем что святой пантелеймон он родился в конце третьего века в городе никомедии никомедии это область вифиния я понимаю что эти названия наверное сейчас не очень много что говорят то есть это было вот в древние времена малая азия сейчас это территории турция да это северо-западная территория нынешнего турция а тогда это были грекоязычные места и область вифиния она уже в первом веке активно просвещалась христианами учениками святых апостолов и уже в конце первого века там было много христиан и вот этого традиция христианская она держится вплоть до начала 4 века и мы знаем что мама святого пантелеймона она была христианкой звали ее и вула она отличалась благочестием скромностью целомудрием и она была исповедницей веры христовой почему так потому что все христиане все подлинные христиане рубежа третьего четвертого веков это были настоящие исповедники потому что уже к этому времени около 10 крупных гонений воздвигалась а кроме этого много вот по разным местам гонений на христиан и быть христианином в то время это значит ну не просто где-то там у меня бог в душе да а вот ты настоящий христианин ты и в душе веришь ты и снаружи исповедуешь ты и самой жизнью соответствуешь евангелию христову и вот мама с малых лет приучала юного своего сына правилам благочестия и евангельским истинам но кстати вот в рождении он носил немножко другое имя его назвали пантелеон пантелеон то есть во всем лев такое вот мужественное наименование пантелеон то есть чтобы сын возрастал таким вот мужественным отважным и видимо в этом проявилась воля отца а отец его был язычник отца звали и в торги он был знатного высокого происхождения ну есть такие сведения что он являлся даже сенатором в городе некомедии то есть святой пантелеон он происходил из высокого знатного рода и кстати братья и сестры вот это наименование великомученик по-гречески мегалом артюр она первоначально относилась к мученикам из знатных высоких родов то есть вот были те которые из простых людей до их называли мучениками а те которые из знатных более высоких таких вот сословий тех называли великомучениками но со временем произошло некое такое переосмысление и теперь нам привычнее понимать так что великомученик это тот святой который претерпел особо великие мучения но собственно говоря вот если мы видим жизнь святого пантелеона и какие страдания он претерпел то это действительно все так и есть с одной стороны он из высокого знатного рода а с другой стороны он претерпел просто вот уму непостижимые все превосходящие какие-то вот жуткие великие страдания но мы сказали что отец его был язычником отец в принципе не протестовал против веры мамы но вышло так что мама святого пантелеона она слишком рано умерла она покинула земной мир когда ребенок еще вот ну не самостоятельен да то есть он слышал некий вот от нее слова благочестия но затем он полностью подпадает под влияние отца и отец начинает водить его к идолам да то есть отец начинает воспитывать его в правилах античной культуры которая насыщена была язычеством и потихонечку пантелеон вот так его звали в то время пантелеон начинает все больше больше воспринимать языческую культуру и отец хотел чтобы сын его получил высокооплачиваемый очень уважаемую профессию но надо сказать что у пантелеона действительно у него открылись способности к медицинским наукам и вот отец отводе ну в начале это была общая образовательная школа а затем сын обучается медицине и там был такой известный в то время учитель ефросин который вот именно заведовал медицинским искусством и пантелеон становится одним из лучших его учеников еще надо отметить что ведь город никомедия это был город который выбрал император диоклетиан тот вот самый злостный гонитель христиану не сразу он выступил таким яростным врагом против веры христовой но вот именно в городе никомедии он жил у диоклетиана был в качестве соправителя другой гонитель христиан император максимян и надо сказать что еще они были заинтересованы в поиске вот таких способных образованных юноши чтобы приближать их ко двору и впоследствии вот они становились вот некой опоры для этих языческих императоров и на юного пантелеона уже в императорском дворе обратили внимание и даже ему заранее поступали предложения чтобы он стал придворным врачом то есть ему вырисовывалась перспектива просто вот необыкновенно такого роста карьерного но вот если мы возьмем самые древние повествования то мы видим что там же чувствуется что душа юного пантелеона она была очень чистый открытый людям и он с удовольствием учился научился не ради того чтобы зарабатывать на людях деньги ему хотелось помогать страждущим больным и казалось что этому больше всего будет способствовать медицинское искусство и вот он горел этим жертвенным желанием помогать людям ходил каждый день в училище изучать медицину и вот неожиданно для него самого наступает переломный момент оказывается когда он ходил в училище то на него смотрел из оконца кельи пресвитер ермолай это один из благочестивых священнослужителей того времени тоже исповедник веры христовой и вот ермолай видит что юноша и вот как бы он прозорливо видишь что его душа очень чистая открытая ближним и что это душа которая ну в боге обретет свои подлинные сокровища и один раз ермолай пригласил этого юношу зайти к нему в гости и у них завязалась беседы и вот во время этой беседы конечно ермолай стал говорить о христе о евангелии тут вот пантелеон вспомнил то чему его учила родная мама и он об этом рассказал пресвитеру ермолаю и вот детская вот эта вот вера вот те семена которые были посеяны еще в детстве в его сердце родной мамы они начинают тут вот давать свои всходы то есть нам часто кажется что вот надо что мы что-то говорим да и человек тут же изменяется что тут же решительно меняет свою жизнь а это все вот под покровом промысла божия и когда возрастет семя мы не представляем вот получается так что мама святого пантелеймона она сеяла эти семена а потом поливал живительной водой кто поливал благочестивый пресвитер ермолай и вот тогда начинают появляться первые ростки истинной веры христовой в душе пантелеона и у него происходит отклик он начинает молиться господу он начинает об этом размышлять и часто беседует с пресвитером ермолаем и надо сказать что ему конечно в этом смысле несказанно повезло то что у него появился святой наставник а затем происходит событие которое вообще решительным образом меняет всю его жизнь однажды он возвращался из училища домой и увидел на дороге мертвого ребенка а рядом извивалась ядовитая змея и пантелеон настолько проникся жалостью к ребенку что стал молиться господу иисусу христу причем он еще не был даже крещен но для себя он решил так что вот если господь воскресит этого маленького ребенка то я сразу же приму таинство крещения и сила веры его была настолько велика что ребенок действительно ожил а как сказано еще в житии вот эта змея она разлетелась на куски то есть тот кто принес вред значит был уничтожен да а ребенок пострадавший ожил божественной силой и для пантелеона это стало наглядным свидетельством и тут конечно вот братья и сестры надо еще что отметить ведь это же была эпоха гонений а начало четвертого века 303 305 года и обращение пантелеона к вере христова скорее всего это именно 303 год так вот эта эпоха великого гонения на христиан когда римские власти ставили целью полное искоренение христианство и вот тогда как господь являет особую свою чудотворную силу наглядно как некое вот зримое свидетельство своей вот божественной правды божественной истины в христианской вере то есть когда со вне сыплются особо тяжкие удары господь подает силу церкви и являет поддержку изнутри и вот такие благодатные чудотворные свидетельства они укрепляют чад христовых и воскрешение отрок это было первое чудо совершенное пантелеоном то есть святым пантелеимоном чудотворцем целителем и он понял что есть нечто превышающее медицинское искусство то есть медицина это человеческие исследования это то что в сфере естественного порядка а есть и нечто сверх естественно то есть господь бог который всемогущ и который всегда находится рядом с нами если мы его призовем если мы обратимся к нему он может и мертвого воскресить он может исцелить любую болезнь он может разрешить любые твои скорби жизненные затруднения неприятности поэтому после этого события пантелеон тут же идет к своему наставнику и тот крестит его во имя отца и сына и святаго духа и начинается новый период жизни пантелеона он приходит домой но вот что интересно он не пытается как бы вот сразу вот крушить идолы которым поклонялся его родной отец а пытается просто вот в беседе расположить отца к вере христовой показывает некую несостоятельность языческой веры потому что там ведь поклонялись многим богам да и эти боги постоянно спорили друг с другом припирались завидовали друг друга пытались причинить какой-то ущерб то есть явно что эти божества они не выступали как совершенство а разве может быть подлинное божество несовершенным или завистливым или злобным каким-то мелочным то есть вся языческая мифология она на самом деле не соответствовала подлинному образу совершенного бога и вот в своих беседах пантелеон пытается потихонечку расположить своего отца но отец слушал его в чем-то вот соглашался в чем-то нет а потом наступает такой случай приходит ну или приводят слепого человека который пытался вылечиться уже у других целители города некомедии и никто не мог ему помочь даже до встречи с врачами вот как он говорил у него была еще малая возможность видеть хотя бы что-то да но он истратил все свое имение на врачей и потерял даже самую малую возможность видеть божий свет и вот он приходит к пантелеону этот понимает что здесь человеческие средства действительно бессильны и обращается к всемогущему господу с молитвой и этому слепому человеку он говорит что господь бог который есть свет истины он и дарует тебе прозрение во имя господа иисуса христа прозри и когда произносит вот эти слова пантелеон то слепой действительно исцеляется от своего недуга глаза его открываются и он видит божий свет он благодарит и на самом деле в этот момент прозревают сразу двое то есть прозревает вот этот слепец который физически прозревает но также прозревает и отец пантелеона потому что он видит что через сына подействовала божественная сила подлинная божественная сила а где она проявляется в христианской вере и вот тогда-то отец уже порывает с язычеством окончательно потому что проявление божественной благодати стало и для него наглядным свидетельством и отец его тоже принимает крещение надо сказать что отец его после этого не так долго еще прожил но зато господь подобило его главного сокровища и вот промысел божий он в чем сказано в том что господь каждого призывает в свое время в начале мама обрела христа потом она пыталась просвещать своего сына да вот она покидает земной мир и уже при помощи наставника духовного пресвитера ермолая сын обретает христа затем уже через сына обращается ко господу и отец и вот так вот в нашей жизни все люди друг с другом взаимосвязаны и когда мы стараемся жить по совести да и быть исполнителями заповеди божий то может быть тоже мы включены в эту божию заботу о других людях потому что господь на самом деле хочет спасти всех и вот когда отец пантелеона он покидает земной мир то сын что делает прежде всего он освобождает всех рабов всю прислугу ну понятно это вот были условия того времени в раннем средневековье рабство было весьма распространено и прислуга она исполняла вот эти вот самые низкие какие-то обязанности вот пантелеон всем им дает свободу затем он начинает жертвовать имеющиеся у него доставшиеся от отца имущество и он начинает посещать больных страждущих он также посещает темницы и помогает заключенным там и особенно христианским узникам потому что уже вот эти вот гонения 303 года обрушиваются на церковь христова и многие христиане томятся в вузах они терпят какие-то болезни нуждаются в медицинской помощи и вот эту помощь оказывает им пантелеон он также помогает и в городе причем такая вот особенность что за свою медицинскую помощь он никогда не брал платы и вот задумайтесь сами кому люди будут больше всего обращаться к тем врачам которые требуют платы и менее эффективны или к тому врачу который совершенно даром безместно помогает совершенно вот не требует никаких средств и при этом его помощь более эффективно а целительная сила пантелеона она конечно же была от господа иисуса христа вот как исцелен был вот этот слепой да а до этого воскрешен отрок вот так многие другие больные страждущие они получали благодатную помощь через пантелеона и весь город стал потихонечку вот обращаться к нему и это вызвало зависть это вызвало зависть у язычников врачей которые теряют достаток потому что к ним перестают обращаться да собственно не особо эффективно была их помощь а когда возникает зависть то что за этим следует за этим следует ну последовало то что они стали оговаривать пантелеона но прежде всего они узнали что он действительно христианин и помогает христианским узникам и вот именно с этим они обвиняют его перед императором и в качестве некого такого аргумента как бы наглядного доказательства они приглашают исцеленного слепого вот того самого слепого который когда-то пришел к дому пантелеона ну и императорская власть значит вот эти вот судьи спрашивают этого исцеленного слепого скажи нам какой силой исцелил тебя пантелеон исцелил ли он тебя вот значит силы асклепия асклепия это языческий бог здоровья и исцеления как у них считалось или он исцелил тебя силой христа ну и завязывая собеседы этот исцеленный слепой он напрямую говорит что вы же знаете что я ко многим языческим врачам обращался и они многие призывали асклепия и не помогли мне а он один призвал христа и помог так вот на честь стороне истина конечно такие речи показались очень дерзкими перед императорским судом и как бы это не было прискорбно но вот этому исцеленному слепому который уже прозрел давно да ему отрубили голову то есть вот за то что он сказал правду за то что он засвидетельствовал тоже христа и прямо сказал что силы христовый он исцелен он и был лишён жизни и пантелеон находит его тело выкупает его тело у на счету тех кто хоронил и погребает вместе с телом своего отца то есть там где покоились уже христиане и понятно что после этого судебного разбирательства следующим был уже сам пантелеон которого и приглашают на суд от пантелеона потребовали опровергнуть донос и на самом деле вот с точки зрения римской юриспруденции это была просто какая-то вот формальность то есть даже неважно было верит он в языческих богов не верит но требовалось ну ты вот просто кинь ладан в огонь перед статуями языческих богов ну просто засвидетельствуй свою так сказать покорность римской религии и можешь идти спокойно дальше и никто не собирался заглядывать тебе в душу а вот просто вот чисто вот внешне покажи что ты тоже вот поклоняешься римским богам и пантелеон не соглашается он прямо исповедует себя христианином потому что верность она должна быть верность до конца без всякого двуличия без разделения что вот внутри одно снаружи другое и если вот не предавать то не предавать и в сердце не предавать и в делах и вот пантелеон он открыто говорит что исцелял он именем и силы господа иисуса христа и вот как свидетельствует древнее житие в это время как раз во дворец принесен был один расслабленный и его пантелеон тоже исцеляет именем господа иисуса христа вот этого расслабленного которого не могли исцелить языческие жрецы языческие целители и вот так вот опять наглядно подтверждается сила христова но это вызывает только лишнее негодование раздражение властей и тогда пантелеона уже осуждают на вот реальные пытки на муки вот прежде всего его растянули на мучилищном древе и его тело стали строгать железными когтями такими вот крючами которые начинали раздирать его тело и в то же время ребра стали его жечь пламенем огня подносили свечи вот современный человек он конечно очень такой вот странный и удивительный в чем-то противоречивый вот с одной стороны современные люди они видят много всяких кровопролитий мучений то есть это и в кинематографе и в новостях постоянно какие-то такие кровавые сводки приводятся постоянно люди видят какие-то вот кровавые сцены но в то же время человек стал очень слаб к перенесению личной боли многие боятся пойти к стоматологу многие боятся потерпеть какую-то вот самую малую боль тут же вот какой-нибудь там обезболивающее и вот этот противоречивость современного человека да когда с одной стороны картины постоянных кровопролитий с другой стороны человек не может даже малую боль понести это говорит что вот существование современного человека она какой-то внутренне неустойчиво а почему так потому что нет подлинной опоры человек не опирается на бога не ищет оснований своей жизни в божественной благодати и живет какими-то вот этими иллюзиями растворяясь в кинематографических образах так вот святой пантелеймон он терпит подлинные реальные страдания терпит их призывая имя господа иисуса христа и там описываются на самом деле самые разные такие вот тяжкие истязания которые через которые он проходил и его пытались значит и в раскаленные олово пускать его пытались топить с камнем на шее но каждый раз господь чудесным образом помогал ему и даже господь являлся ему и говорил не бойся я с тобою я не оставлю тебя и действительно то что вот он проходил через эти страдания оставался живым и при этом продолжал исповедовать христа это было просто вот что-то необычайно пред лицом самих мучителей и после этого они решили придать его на растерзание диким зверям вот в древнем риме была такая забава даже как бы цирковое представление когда на людей натравливали хищных зверей и в рим постоянно свозились из африки всевозможные хищники там львы и леопарды вот там гепарды до слоны свозились многие из галлии привозили медведи и устраивались кровавые побоище с одной стороны выпускались гладиаторы против хищных животных и тогда гладиаторы в основном конечно же они побеждали этих хищников потому что гладиаторы были хорошо вооружены а иногда этих хищных разъяренных зверей выпускали на совершенно безоружных иногда даже раздетых людей и это была одна из самых распространенных казни которым подвергали именно христиан даже существовало у язычников ну как бы девиз такой христиан кальвам христиан кальвам это значит что именно растерзание хищными зверями считалось одной из наиболее употребимых казни для христиан вот первых трех столетий и вот пантелеоны выводят на эту арену оставляют совершенно безоружным перед хищниками но вдруг происходит нечто непонятное но совершилось на самом деле подлинное чудо потому что хищники они потеряли свои зверообразные нравы они вдруг стали ластиться ласкаться к святому пантелеимону они стали лизать его ноги и даже отодвигали друг друга только чтобы прикоснуться к его руке то есть они как бы почувствовали вот ту райскую гармонию которая была когда-то у первозданного адама мы же знаем что животные в раю они не проявляли никаких хищнических нравов они слушались адама и еву а почему так потому что люди сами находились послушание у бога существует некая такая должна существовать некая иерархия человек должен быть послушен богу а когда человек послушен богу то тогда и весь видимый мир будет послушать человеку и не будет не стихийных бествия до никаких там торнадо ураганов вот никаких смерча не будет никаких проявлений вот этих эпидемиологических вспышек, то есть весь видимый мир, он будет послушать человеку, тем более животные. Животные тоже будут чувствовать в человеке своего любимого хозяина, царя, которому с радостью будут подчиняться, и в святых людях эта райская гармония, она возобновляется. И вот эти вот львы, они как раз вот поэтому и ласкались к Пантелеймону святому, потому что почувствовали в нем проявление божественной благодати. И что происходит после этого? Вот представьте себе, что вот эта вот обезумевшая языческая власть, то есть кто больше зверей, вот эти вот хищники на арене, которые не стали трогать святого, или те язычники, которые в гневе приходят в полное умопомрачение, они велели казнить, там были, кстати, люди, которые закричали в это время, велик бог христианский, когда они увидели, что животные не трогают святого Пантелеймона, они стали кричать, велик бог христианский, и языческая власть повелела казнить вот этих людей, которые кричали, велик бог христианский, и казнить вот этих животных, которые не стали терзать святого Пантелеймона. И вот дальше сохранилось совсем уникальное свидетельство, то что тела вот этих убитых животных, они не были закопаны, и хотели оставить, чтобы там их птицы клевали, или там собаки какие-нибудь дикие их ели, и к ним никто не притронулся, и они не проявляли признаков тления. То есть это некое уникальное такое свидетельство вообще вот из агеографии, святоотеческой такой агеографической традиции, когда даже тела животных проявили нетление. А почему так? Потому что они стали причастны нетленности святого угодника, как бы они осветились благодатью святого Пантелеймона, и поэтому тела вот этих животных тоже проявили нетление. Ну, а потом их, конечно, похоронили, и в общем, где их место, мы уже сказать не можем. В это же время схвачен был и наставник святого Пантелеймона, пресвитер Ермолай, и другие его сподвижники, и их казнили, им усекли голову мечом. И вот когда уже увидели, что святой Пантелеймон, он слишком много совершает вот таких дивных знамений, даже в страданиях, являя действием благодати Божией, то решили и его казнить, приговаривать его к отсечению головы. Причем поначалу, вот когда мы читаем Житие, мы видим, что сначала не удалось воинам совершить этого, потому что меч стал мягким, как воск, и казнь не удалось совершить. И затем святой Пантелеймон молится, Господь призывает его, а воины не хотят его уже казнить. Воины сами не понимают, зачем они мучают, истязают такого невинного и чистого человека. Но святой Пантелеймон говорит, что вы должны выполнить это. И он молится за тех, кто его казнит. И вот именно в этот момент раздается голос неба, когда Господь нарекает ему имя Пантелеймона. Он был Пантелеоном, а становится Пантелеймоном, то есть всемилостивым, в знак того, что через него милость Божия будет обращаться, изливаться на всех страждущих, на всех недугующих, вообще ко всем. Потому что святой Пантелеймон, он и к врагам являет свою любовь, и прощает их, и даже как бы благословляет, чтобы они казнили его. Через это он разрешится от видимого мира, перейдет в мир небесный. И он вообще ко всем обращен своей чистой, открытой, искренней душой. И вот тогда действительно его привязывают к масляне и отрубают ему честную главу. Там, конечно, в житии описывается, как кровь истекает вместе с молоком, а масляна она чудесным образом процвела в этот момент. И вот так святой Пантелеймон воспринимает от Господа мученический венец и восходит в ряды небесного воинства, чтобы оттуда уже помогать нам. А глава его честная, кстати, хранится, до сих пор хранится в монастыре, русском Пантелеймоновом монастыре на Афоне. Какое-то время до этого она была в Сербии, как вот родовая святыня сербских царей. И в 14 веке царь Стефан Душан жертвует в русский Пантелеймонов монастырь. Известно, что главу святого Пантелеймона трижды вывозили для поклонения верующим в разных странах. И в Москве честная глава его тоже была, когда многие тысячи, сотни тысяч людей шли помолиться к святому Пантелеймону и обрели в нем своего духовного небесного покровителя. То есть не надо думать, что наши небесные покровители, они только вот те, которые соименны нам, имя которых мы вносим. Но это также те святые, на житие которых у нас особенно является в сердце отклик. И те святые, образ жизни которых, наставления которых нам особенно близки в нашей личной жизни. И святой Пантелеймон, он покровитель и утешитель. И вот, конечно, не надо думать, что когда мы молимся, что тут же будут происходить у нас все болезни. Потому что, к великому сожалению, человек – это существо легко искушаемое. И если слишком быстро нам получать исцеление, то мы и этим будем соблазняться. Вот как знаете, если взять, допустим, какую-нибудь тюрьму и по милости, по милосердию отпустить всех содержащихся там, то вряд ли город наполнится благодарными тружениками, а скорее всего, он вновь наполнится грабителями. Вот также, если взять какую-то больницу и тут же в один миг исцелить всех, кто находится там, то, может быть, это послужит к умножению грехов этих людей. Вот как у апостола Петра в соборном послании сказано, страдающий плотью перестает грешить. И вот почему Господь иногда не подает нам чудесное исцеление, потому что нам нужно пройти вот этот вот крестный путь, как духовное становление. Святой Пантелеймон, он подавал чудесное исцеление другим, но сам претерпел тяжелейшие, жесточайшие страдания и сам через мученическую смерть перешел к Господу, потому что, чтобы быть с воскресшим Христом, нужно пройти и через Голгофу, через ту Голгофу страдания, через которую тоже Господь наш Иисус Христос прошел. И это путь каждого христианина. Еще отметим, что святой Пантелеймон, он ведь перешел в иной мир в молодом возрасте, то есть в каком-то смысле он осветил молодость святостью. Вот многие свою молодость посвящают всякой грязи, греху, как бы втаптывают в грязь свою молодость, а кто-то в своей молодости отпечатлевает небо, да, и чистое небо, благодать Божия сияет в молодом возрасте такого человека. Поэтому тоже можно сказать, что святой Пантелеймон, он и покровитель всех молодых людей, которые готовы в этом возрасте следовать за Христом. Конечно, братья и сестры, чудеса святого Пантелеймона, великомучеников, которые и ныне происходят по молитве ему, они многочисленны, они рассеяны, как драгоценный бисер по всему миру, и каждому молящемуся святой угодник подает то, что вот именно ему необходимо. И мы не будем приводить, потому что и в русском Пантелеймоновом монастыре там записи этих чудес, и в храмах, где особо почитается великомученик Пантелеймон, или особо чествуются иконы, чудотворные иконы святого Пантелеймона, там тоже зачастую ведутся описание этих чудес, и нет смысла их здесь приводить. У кого-то там исцеляются болезни глаз, у кого-то там были проблемы с зубами, у кого-то с животом, со спиной, что угодно. А у Бога милости много, Господь через святого Пантелеймона, через всемилостивого целителя, вот как имя его звучит, Пантелеймон всемилостивый, Господь и подает эти милости людям, но всегда нужно верять себя в руки Божьей, всегда нужно доверяться воле Божьей, если нужно пострадать для спасения, пострадаем, поскольку таков пример самого святого Пантелеймона, но если слишком тяжело, да, или если мы думаем, что лучше нам получить исцеление, мы несомненно можем обращаться, молиться, просить, и если есть воля Божия, то через святого Пантелеймона Господь подаст реальное исцеление. В любом случае мы знаем, что мы не оставлены, что мы не просто какие-то вот сироты, которые брошены, и каждый ходит куда хочет, да, и, значит, никто вроде как не наблюдает за нами, нет, у нас небесные представители, которые видят нас с небес, вот как преподобный Сулан Афонский говорил, что святые на небесах пребывают в любви Божией, и будучи причастны Божией любви, они видят нас в наших нуждах и ходатайствуют о нас пред Господом. Есть вот наиболее такие великие святые, которые наиболее близки Богу, потому что еще на земле имели очень чистое, открытое сердце, которые особенно являли жертвенную любовь к людям, вот таковым является святой великомученик и целитель Пантелеймон. Так что помолимся ему от всей души, от всего сердца, чтобы через него изливалась людям призабильная милость Божия. Святые великомученичи и целителю Пантелеймоне, моли Бога о нас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.